Я долго делал видео не потому что оно длинное, сами видите, не из-за сложности или объемов материала, нет, я не мог читать больше 10 глав в день, потому что, приветствую на канале, это Тим у меня, закончился бы инсулин. Чтение сердец Пандоры буквально убивает, это настолько ванильная история, а сладкие сладкие же на подобных мальчиках, которые чувственно относятся друг к другу, Говорят, что никого дороже того другого мальчика в жизни у них нет, что уровень моего сахара зашкаливает от всей этой приторности, инсулин быстро заканчивается, а в наше то время перебоев с медикаментами, в общем, убивает меня это дерьмо. Да, автор женщина, а по ощущениям это нечто между темным дворецким и Ди Греймом. Бесполезно, подстилая соломку, отмечу, что очевидно не являюсь целевой аудиторией, ибо не девочка-подросток, тут без какого-нибудь пренебрежения просто существуют произведения универсальные плюс-минус, а есть нечто для конкретной аудитории. Грубо отрицают, что те же сенаны для мальчиков-подростков, зекайные гаремники для неудачников со сперматоксикозом. Да, исключения будут, но в общем и целом дела обстоят именно так. Но дело-то в том, что сердце Пандоры, помойка, даже как произведение для конкретной аудитории. Итак, лор, сюжет, история мира, важное для погружения. Давайте рассмотрим вдруг хорошо, вдруг неплохо. Действие происходит в мире, а черт его знает в каком мире. Окей, ладно, может с конкретикой получше. Место действия, континент, остров, остров, в океане. А не, а не, а не, а не, даже летающий остров, стоп, в смысле VR, MMORPG, в смысле постапокалипсис, конечно же, во вселенной Марвел, почему бы, почему бы и нет. Ладно, место действия, государство, ааа, серьезно, стоп, серьезно? Мы даже не знаем в какой стране все происходит, ну да, именно так. А что с соседними странами? Ну и их называют соседними странами, окей, окей, окейшки. Мы не знаем место действия, ладно, но здесь четыре герцогства, да? Мелько упоминается, что у одного из семейств королевская кровь. Также говорится об уничтоженной сто лет назад столице, окей. Что за дом правящий был? Как хотя бы эти герцогства расположены относительно друг друга и хотя бы насколько велика территория? Это большое государство или же нечто компактное размером с Люксембург? Бесполезно. Мы не только не знаем о месте действия, но и любые категории, связанные с пространством, понимание того, сколько занимает путь из точки А в точку Б, отсутствует напрочь. Ну там же такие сладкие-сладкие мачки. Ладно. С пространством все плохо. Что со временем? Ну, я же говорил, что столица была уничтожена сто лет назад. Значит, какая-то хронология имеется, но нет. Здесь буквально отсутствует понимание годового цикла времен года, могу ошибаться, даже месяцев и дней. Что это могло произойти пять дней назад? Три дня назад? Десять лет назад? Но дать нет. В этом мире нет истории, видимо-видимо так, и понятия возраста тоже отсутствуют, судя по всему. Главный герой родился 25 лет назад. Ему 25? Нет, он же застрял в бездне. А, ему 15. Нет, он родился 25 лет назад. Не больше, не меньше. Все. То есть, неизвестно где, неизвестно когда, происходит непонятно что. И при всем при этом выходит так, что гачи лучше и цельнее, как произведение, чем сердце Пандоры. Смотрите, что там, что здесь. Мужчины очень тепло и нежно относятся друг к другу, но мы знаем, где это происходит. Например, в раздевалке тренажерного зала. Есть понимание того, что это наш с вами мир. С годами тоже, ну, конец 20-го, начало 21-го, можно погуглить и выяснить точно. Занятно, что в описании к сердцу Пандоры указывается позднее средневековье. А что? Это же не земля, черт побери. И даже если оценивать уровень развития мира, то непонятно. А сомневаюсь, что в средневековье было настолько продвинутое огнестре. Так что смысла нет. Да, по отдельности все эти вещи со временем и пространством, возможно, не столь значимы, но вместе накапливается критическая масса. Говоря о сеттинге, представьте себе аристократов. Не-не-не. Аристократов, воображение ванильных японских девочек. Да, это почти всегда чертова викторианская Англия. Неважно, Франция, Италия, Германия, плевать, как называется почти всегда. Викторианская Англия. Да, с раздражающими отсылками. Во-первых, Льюис Кэррелл. Это основа данного произведения. Черный кролик, Алис, Шелтай-Болтай, Бармаглот, Брандашмык. Или какого-то королева червей, которая делает голову прочь. Да, знаете, еще в центре внимания тут семья Баскервилей. Стал с добавив Джек Потрошителя, типичная викторианская бинго. Готово. Есть тут важный персонаж Джек, который любит убивать. Но в сюжет ссылка и не отдаем. Я расскажу сюжет последовательно, чего в манге и близко нет. Вот вообще. Вот никак. Итак, в этом мире есть бездна. Загадочное место, полное монстров, вообще непонятно что такое. Мир происходит из бездны, но отделен от нее. При всем при этом бездна связана только со страной, в общем, с островом, в океане... В общем, с основным местом действия, да. Есть группа людей, связанных с бездной, которые могут заключать договор с так называемыми цепями. Монстрами, духами искаженных идей. И, конечно же, обладая превосходящей властью, эти люди не делали ничего. Потому что... Окей. На самом деле, у меня тут вопросов в миллиард раз меньше, чем гребанным титанам, которые могли захватить весь мир за сотни лет, но не сделали этого. Потому что... Ну да. Тупости хватает. И почему те же четыре герцогства живут в мире минимум сто лет, как и неизвестное количество времени до? Если в те времена до был правитель. Ведь всем нам известно, что люди, обладающие властью, не стремятся получить больше этой самой власти. Они такие, не-не-не, я никогда не буду злоупотреблять своим положением для получения преимуществ. Мне и так хорошо. Вообще известен тот факт, что чиновники не берут взятки. И что ни один солдат, не мечтая стать генералом, это логично, разумно, я... Они же такие милашки. Вы чего? Да, в каком-то здравом смысле говорить и близко нельзя. У этих Баскервиллей был лорд. Лидер. Глен. Который вроде как переносится из одного тела в другое, но на самом деле переходит лишь память, а личность хоста сохраняется. Хотя эта память при желании может захватывать тело, а забить. Для передачи нужно заразиться шестью именными цепями этого Глена. А еще Глен это искажение реальности, которое портит жизнь всем окружающим. Но на деле все работает так себе. Дети имеются, приносящие несчастье. Просто глаза у них красные, вот все. Особая связь с бездной. Время действия чуть больше ста лет назад. Сто с копейки, несложно сказать, потому что истории в этом мире нет. Брошен, ни на что не годный незаконнорожденный сын герцога, бомжует на улице и встречает милую Тян. Лейси. Восемь лет спустя он уже приняты обществом, видит ее снова и начинает преследовать. Знакомится с семейством Баскервиллей, дружит и вдруг... Ой, стоп. Девушку должны принести в жертву, ибо ее брат станет следующим Гленом, а у нее красные глаза, поэтому... Забейте, так надо. Окей. Но все еще нынешний Глен говорит сестре своего будущего, я слушаю-слушай-слушай. Тебя в бездну скину, так что бы тебе не залететь. Мне просто интересно, что будет. Да-да-да-да-да-да-да. Я вовсе не хочу твоего нежного молодого тела. Она залетает и рожает в бездне. Вот же ушлый тип, да. Решил перепихнуться и такой... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все это ради эксперимента. Инфа сотка. а пользовал девушку избавился как удобно и не вы что это было непорочное зачатие конечно же ведь именно так работает до бедная пользованная девушка рожает двух дочерей алису и алису да зачем запариваться над именами близняшек можно вообще всех женщин называть алисами так не шибешь тебя никогда и запоминать ничего не надо между тем бывший бомж джек находит двух мелких пацанов и берет себя в услужение это гилберт и винсен правда потом их забирает вас кирвилле ибо гилберт следующий глен но нет джек знакомится с алисой даже алисами ибо в теле одной может проявляться другая слившаяся с ядром бездны став более бездны но при этом как бы ядро все еще самостоятельно и при этом как-то забыл смысл а в том что новый глен не знает воля бездны это результат деятельности старого глена при том что память гленов переходит от глена глену так что новый глен должен был узнать что делает старый глен и что алисы это его племянницы забейте просто забейте мальчики такие сладкие сладкие и постоянно плачет винсент отбит псих когда лиса говорит ой красные глаза ты проклят да 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 он сходит с ума режет кукол выкалывает кошки глаза разумеется это чеширский код потом устраивает резню убивает людей ножницами как маленький мальчик без способности убивать людей ножницами да насрать он же такой лапшка и вообще не виноват самом деле тут никто ни в чем не виноват и все без исключения жертвы обстоятельств джек решает что в принципе над мир уничтожить она сгинула в бездне потому я принесу этот мир в нее ему помогаете с родного из герцогов ибо ибо любит головы такая да да мы драгоценный глен я буду лобызать его черепит и анимешная мотивация у всех причем и да потом она станет той самой королевой червей не потеряв свою страсть головам злодеи подговаривают винсента устроить бучу во время церемонии джек пользуется силы черного кролика игрушки алисы которая обрела сознание для того чтобы уничтожить цепи удерживающие этот мир от падения в бездну просто наплел что-то белая алисе которая в бездне а так как дура появилась он же такая лапушка ген пытается остановить своего друга ах да они друзья и баски рвили по его приказу устраивают резню в городе дабы люди умерли нормально и не пали в бездну тем более тут есть столетний цикл и на самом деле все реинкарнируют правда это не раз упоминается при всем при этом не особо то работать в финала забить он же такой милый кто да кто угодно кролик бунтует алиса черная алиса помогает ему освободиться происходит конфликт между сестрами по итогам которого душа джека повреждается иный и тот начинает молодеть а потом снова стареет и постепенно его личность уходит на второй план оставляя место лишь душе черного кролика который является главным героем вот этот поворот при этом злодеи будучи единственным выжившим называет себя героем обвиняет во всем баскервилле который становится изгоями учреждает пандору которая по идее заменяет баскервилле в области регулирования бездны и все такие ну да да с одной стороны есть семья которая неизвестно какое количество столетий охраняло бездну и все работало окей с другой стороны есть какой-то левый чел да он из герцогской семьи но такой себе на самом деле ее член и и как бы да кому доверять кому доверять какому-то подозрительному рандому или на забить просто забить и появляются так называемые нелегальные контракторы хотя что они что так называемые легальные принадлежащие пандоры этим вот четырем семьям очень очень слабенько так косплеят баскервилле нелегалы делают это ради изменения прошлого но стрелки тату часов отчитывают время до падения в бездну убивая можно все отсрочить и почему бы не использовать нелегальных контракторов в армии и даже имба как бы это то что очевидно напрашивается хотя беда в том что армии тут нет или есть неизвестно все же знают что странно не должны иметь армии ибо соседи всегда здравомыслящие добрый никто никогда не пытается захватить чужую территорию расширить свою в этом мире без названия никаких конфликтов военных видимо тут нет все же все же это вир ммрбг и сикая перевоплощение в навозную лопату или нет мы же не знаем но вместо того чтобы плодить маньяков использовать отчаявшихся людей для убийств врагов отличная идея правда так прошлое менялось бы завидно постоянственно все же ладно забейте джек проникает семью без ариусов указывая что скоро его личность пропадет заменяет умершего но на деле убитого ребенка герцоги который в какой-то момент узнал что к чему и возненавидел приемного сына тут же понятия не имел почему отец как он считал родной так его ненавидит поэтому бедняге пришлось не сладко благо слуга гилберт помог дату сам гилберт который как его брат вернулся через сто лет при этом очень удобно потеряв память когда когда исполнилось 15 баскервилли скинули в бездну где он заключил контракт с темной алисой которая тоже потеряла память ведь ведь амнезия кучи персонажа это это такая замечательная вещь постепенно сюжет раскрывается джек периодически захватывает тела о за вернее свое тело или не захватывает тело нового глена а забейте он хочет прыгнуть назад во времени и предотвратить рождение воли бездны до путешествия во времени тут возможны до путешествия во времени почему бы и нет из-за действий джека мир начал потихоньку рушиться и кстати в один момент лео глен говорит поля бездны появилась внезапно в смысле внезапно это это же глен ее создал как тут вообще гленовская передача памяти очень избирательно работает глену захватившему телу глена мешают наблюдатели а они следят за историями бесчисленных миров вы каждый мир это словно книга если это попытка в мультивселенную разрушению четвертой стены то сценина какая-то если честно ибо эти наблюдатели появляются исчезают и что это все такое а забейте что случается небольшое столкновение с ядром бездны который не хочет отпускать алису ибо ему одиноко все складывается хорошо даже джек обретает искупление все обнимаются и говорят как дороги друг другу и опять ос царисы вроде умирают но сто лет спустя встречаются с гилом мир дружба жвачек а плюс безусловно они есть везде арт отличный не господи 10 из 10 конечно но прям замечательный мальчики красивые девочки тоже и на самом деле не отличаются друг от друга лишь прическами и объемом груди все в принципе все да больше достоинств нет автор слишком старается вывести на слезы даром чуть ли не в каждой главе персонажи плачут слишком много одинаково улыбающихся плачущих лиц причем с избытком знаете с лицом по типу ну и ладно мол да все плохо да нам не одолеть ну и ладно главное что мы есть друг у друга или тоже лицо но девочка обнимает мальчика хотя в этой манге мальчик обнимает мальчика просто пример и говорит я и так счастливо хотя он слышно умрет они ценят те моменты что были у них вместе или то что признание все же случилось и от клише запредельные конечно же слишком много раз-два окей но не постоянно же представьте себе смотрите вы хатика и вдруг всю его семью родители братьев и сестричек родителям кстати дня до пенсии оставалось сбивает бетономешалка потом потом у хатика появляются дети но их тоже сбивает бетономешалка кстати детям тоже оставалось три дня до пенсии потом бетономешалка давить мясную пасту еще очень-очень миленьких котяток которых заботился хатика ностальгируя по своей семье а потом оказывается что водитель бетономешалки тоже не виноват у его сына серьезная болезнь рак жопы и он вынужден вкалывать 24 на 7 потому трагедии случилось в итоге водитель родитель разбивается из-за хатика пес играет в гольф с его причин далами все плачут а потом и ребенок умирает оставшийся без отца хнык хнык плак плак так вот сердце пандоры целая автоколонна таких бетономешалок и это утомляет черт даже есть сцена в которых алиса боже жуткая карикатурность знаете даже высмеивать такое мобитон моменты когда кто-то одинокий и или желающий детей идет по улице и внезапно вокруг него только счастливые семьи хандрит весь день видит счастливые семьи в парке и даже идя домой в окне семья на семей на мужем и оу жизнь боль таких моментов с алисой в начале манги штук 5-6 когда она видит о за с друзьями о за семьей а потом хатика с бетономешалкой это просто смешно и до ужаса нелепо плохо прям очень плохо и мэк слову пусть исследует во многом манги отличий хватает и как водится еще заканчивается на середине и финала нет но справедливости ради смотрела его фрагментарно ибо ну сил никаких на эту помойку не было второй раз никогда но ванили меньше гораздо это да отрицать глупых выглядит целому типичная такая анимешка нулевых на этом пожалуй у меня все подписывайтесь на канал и бусти вк телеграмм вообще по всем ссылкам в описании спасибо за внимание и пока